Вот такую красивую пчелку. Делаете две дырочки насквозь, туда вставляете самую простую, обычную зубочистку. Получается уже что-то похожее на пчелку. Дальше продолжение следует. Я использую вот такую пленку. Можно изоленту, но пленка удобнее, потому что есть деление самоклеющееся. Снимаем, приклеится очень хорошо. Сначала чуть-чуть пониже серединки наклеиваем, чуть-чуть натягиваем. Получается вот такое что-то уже похожее на пчелку. Ну и таких три полосочки. Три полосочки наклеиваем, приклеим ротик. Я еще вырезаю такие крылышки, прям по шаблону. Смотрите, опять с нашей любимой бутылки. Я вот сегодня еще буду говорить, что из бутылки это прям кладезь, чего только можно не сделать. Вот такие по шаблонке вырезаем два крылышка. Делаем дырочки. Для чего сразу делаем дырочки? Туда вставляем леску, чтобы можно было... Ну, если не хотите его вешать, то так можно. Значит, чтобы можно было потом на лесочке вот так повесить нашу пчелку. Приклеиваем. И здесь ситуацию нужно очень усиленно прижать и, наверное, минут 10 подержать, чтобы клей застыл. Вот у нас получается уже пчелка. Чтобы она улыбалась, мы берем корректор. С помощью корректора зубчики сами рисуем. Либо она будет улыбаться, либо будет злая. В зависимости от того, что мы хотим с вами получить. Пчелку нужно поместить в улей. Для этого вот из этой простой 5-литровой бутылки можно сделать очень хорошую улей. Смотрите, опять берем наш волшебный маркер. Рисуем вот такое окошечко. В это окошечко будут летать наши пчелки. Самой простой краской эмальной, желтой, нашу поверхность, всю нашего уля, разукрашиваем. Сверху одеваем мочало. Можно несколько. И продеваем проволочку, нашу опять любимую, вот такую плотненькую проволочку продеваем. И вот мы наш такой стилизованный улей повесили на нашу яблоню. Вот здесь растут самые первые клематисы, которые мы посадили. Вот если по пакету смотреть, это 2002 год. Прям как сказку расскажу. Как-то вечером сидим, и мужики наши сидят и говорят, муж, деду, ты знаешь, сколько они заплатили? Первые были очень дорогие клематисы, по 500, по 600 рублей. Это они, а в те время, 1000 рублей на клематисы. А когда они у нас расцвели, то они сказали, ладно, молодцы женщины, купили. Почему люблю клематисов? Вообще, если посмотреть, у меня в огороде их 8 кустов. Это тот цветок, за которым ухаживать вообще не надо. Это цветок бездельников. Единственная проблема сделать шпалеру и, естественно, направить эту шпалеру вверх. Цветет два вида обрезки есть. Я вот предпочитаю те, которые у нас осенью цветут. То есть поздней осенью вот эту шпалеру снимаем на 30 сантиметров буквально на уровне земли обрезаем. Это все вместе с ботвой. Все складываем вниз. Все, что есть, вот какая лишняя ботва, мы тоже туда укладываем и забываем. Весной приезжаем, открываем. То есть вот еще раз говорю, цветок бездельников. Но проблема в том, что он не любит, чтобы была у него такая сухая земля. То есть ножки должны быть в сырости. А чтобы была сырость, мы вот всю скашенную траву подкладываем. С помощью принтера я напечатала всякие разные виды бабочек. Посмотрите. Вот такие. Названия у них тоже разные. Бумагу приклеила на плотный картон. Потом с помощью степлера, используя наши любимые бутылки. Кстати, относительно бутылок можно поговорить. Вот первый раз я такую пластиковую бутылку увидела 23 года назад в Югославии. Мы тогда были нищие страна, да, и это было все в диковинку. И мы вот эти бутылки племянникам привозили показать. Ну, с содержимым, естественно, с лимонадом. Так вот, эти бутылки вообще очень такие универсальные. Если мы отрежем вот этот низ, то это будет баночка для рассады. Если вот этот верх, то это может использоваться и как цветы из этого. Если вот так вот будем вырезать и в теплой воде, сильно в горячей воде подержим и разогнуть, то можно получить цветы. У меня они есть, но маленечко так недокрашены, поэтому недоделка. А вот эта самая лучшая часть, я ее использую для приготовления вот этих симпатичных бабочек. Бывает она вот такая ровная бутылка, я ее разрезаю, да. Бывают вот такие цветные. Это дефицит для меня. Я прямо, знаете, так, если тайну открыть, хожу, ищу, заставляю детей пить всякую разную воду, чтобы вот она была. Но в основном, конечно, минеральная вода вот такая голубенькая, она тоже очень красивая. Вот, значит, вот эти листы с помощью степлера вот так вот прикалываем на плотный лист нарисованный. Потом беру маркер. Маркер любой, какой вам нравится. Вот я беру тоненький и обвожу прямо по контуру. Вот так вот с помощью маркера аккуратненько обводим. Это один этап. Обвели. Дальше следующее. Вот уже готовый, обведенный рисунок я вот тут приготовила поэтапно. Следующее начинаем разукрашивать. Теперь вопрос, чем красим. Есть специально акриловые краски, они по керамике. Стоят они недорого, но от 40 и выше. То есть можно набором купить. И вот с помощью простой, но очень мягонькой кисточкой аккуратненько начинаете наносить сначала один цвет, потом другой по вот этим контурам. Можно часть контура оставить пустой. Тоже очень интересный эффект получается. Когда это все добро раскрашено разным цветом. Вот тут у меня тоже есть образец. Дальше вот тот контур, чтобы черный не было видно, но это будет очень некрасиво. Я беру специальные, есть сейчас вот наш Россия выпускает фирма Луч. Вот такие контуры есть. Вот здесь медный, золотой, есть объемная краска корейская. И прямо вот так вот аккуратненько начинаете обводить по тем черным местам, которые у вас вот были. Каждый раз бабочки получаются совершенно разные. Ни разу не было, чтобы они были одинаковые. Вот когда вырежете, у вас будет заготовочка. И вот из чего можно сделать усики. Усики – это самая простая проволочка. Можно сделать, чтобы вот здесь гвоздик вбить, и можно куда-то на деревянную поверхность прибить. Можно сделать вот так, мне очень нравится. Это вот с помощью палочки. Можно потом в любое место дачи поместить. Еще один вариант. Так же, как и в предыдущий раз, можно взять леску у мужа. И рыболовную леску. И вот она у вас будет парить. Это бабочка вот, например, вот здесь вот. Очень красиво, маленько запуталась, но вот она. Я обычно вот этими бабочками в этом году скрываю все же самое невидное. Клематис еще не расцвел, на шпалеру повесила. Еще нет у нас ягод на вишне, то же самое. То есть везде, где угодно, что-то, грязь какую-то надо вам скрыть, обязательно можно вот это использовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok